Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещаний РГВК и доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. С вами передача «Глобальная сеть» и я, ее ведущий, Димбагант Магомедов. В эфире 12 выпуск. А прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить за информационную поддержку телеканал РГВК, а также Женедельник «Свободная республика». «Свободная республика» – газета для думающих людей. В Махачкале продолжается работа по пресечению несанкционированной торговли в общественных пространствах. Надо сказать, что эта работа требовалась уже давно. Практически все проходные места моментально наполняются торговцами и их товаром, которые не очень украшают наш город. По поводу произошедшего своей информацией поделился Рашид Муслимов. Ранее в адрес администрации города поступало большое количество обращений с призывом освободить общественные пространства от невероятного количества торговых точек. Дело даже не в киосках, а в частных торговцах, которые не дают прохода обычным людям. В кои веки у нас появились цивилизованные точки общественных гуляний по типу Буйнакска или Парка Сулеймана Стальского. Так там засилие каких-то ужасного вида женщин, торгующих шариками и игрушками. Поделилась своей информацией Эльмира Исаева. Правильно они все говорят, и я поддерживаю такую инициативу обеспокоенных горожан. Эти торговки устроили из моего города какой-то рынок загородный, своими ненужными вещами. Но самое ужасное это их кошмарный вид. Как будто из фильмов про гражданскую войну их перенесли в Махачкалу и заставили ходить между цивилизованных людей. Ко мне приехали гости из другого города, которые были шокированы их видом. Думаю, что нужно предпринять какие-то меры. Продолжает эту тему Мерзак Адеев. Я не понимаю, чего на этих торговок все накинулись. Но мне кажется, что народ имел в виду, наверное, будки на тротуарах, а не бедолаг, которые по вечерам пытаются заработать. Я думаю, что никому они не мешают. Простым людям, во всяком случае, от них убытка нет. Они мешают вам, вашим огромным торговым точкам. Этих людей нельзя обвинять в том, как они зарабатывают на хлеб. Как могут, так и зарабатывают. Места на рынке все заняты. Пользовательница социальных сетей Хадежат Махова написала. С одной стороны, я как пенсионерка рада, что их не будет в парках. Прогулки с внучкой – стресс для обеих. Купить что-либо значит потратить в 5 раз дороже, чем в обычных магазинах. А не покупать это означает видеть, как расстраивается ребенок. Да и сами они ведут себя просто как цыганки. Но если честно, мне их жалко. Может, для этих женщин нет другой работы или платят им слишком мало, чтобы хватало. Не думаю, что люди от хорошей жизни придут на такую работу. Пишет пользователь Камилы Срапивов. Пусть я выгляжу капризным, но я простой человек. И мне не хочется среди этого базара гулять и слышать крики детей, которые рыдают, выпрашивая ненужные игрушки. Я думаю, что в такого рода общественных местах не должны ходить торговцы. Там ведь есть киоски, где можно купить все, что хочется. Итог обсуждения подвел Карим Гасан-Гусейнов. Я не очень понимаю их защитников. И то, что для них это якобы единственное возможное место заработать себе на кусок хлеба. Если приглядеться, то эти торговки совсем не пенсионного возраста. Просто очень хабалистого вида. Помню, как недавно две из них подрались за место. Ужасное было зрелище. Там звучал мат-перемат. Они как будто забыли, что это парки, что это общественные пространства. У нас и без того мало мест для нормальных прогулок. И вот места променада оказываются заполненными вот такими персонажами. Баттера и Дзержинского давно тоже бы уже могли освободить. В Дагестане педагог получил ранение в ногу из-за коров. Хотя, если честно, эта история куда прозаичнее. Соседи просто поссорились из-за скотины, которая выходила в чужой огород и портила их посадки. Возмущение хозяина участка понять можно, но чтобы решать конфликты таким образом, это уже что-то запредельное. Внимание на экран. Пользователь Магомед Нурмагомедов написал следующее. Учитель из Черодинского района ведет собственное хозяйство, в том числе содержит несколько коров. Животные периодически забредали на соседний огород, поедая не только траву, но и огородные культуры. Что стало причиной для недовольства соседа. Хозяин участка Мурад не выдержал и вызвал на разборку из-за коров учителя. Мужчины встретились, обменялись грубыми словами и завязалась драка. Зять Мурада достал травматическое оружие и выстрелил в учителя-животноводом. После выстрела конфликт утих и все помирились, но по итогам стрельбы в ноге у учителя осталась пуля, с которой что-то надо было делать. Пишет завсегдатый социальных сетей Муслима Тасаева. Насколько я понимаю, они попытались извлечь пулю из ноги учителя, но не справились с задачей. В итоге им пришлось обратиться за медицинской помощью и врачи сообщили о происшествии в полицию. Никто из участников не стал писать заявление, даже не зная, что на это написать. Вы хотите сказать, что учитель не знал, что скотину можно привязывать? Или он отпускал ее на свободный выпас на зло соседям? А еще странно, зачем стрелять сразу? Тем более, если учитель, то должен быть грамотный, который сможет договориться. Пишет завсегдатый социальных сетей Муслима Тасаева. Насколько я понимаю, они попытались извлечь пулю из ноги учителя, но не справились с задачей. В итоге им пришлось обратиться за медицинской помощью и врачи сообщили о происшествии в полицию. Никто из участников не стал писать заявление. Даже не знаю, что на это написать. Вы хотите сказать, что учитель не знал, что скотину можно привязывать? Или он отпускал ее на свободный выпас на зло соседям? А еще странно, зачем стрелять сразу? Тем более, если учитель, то должен быть грамотный, который сможет договориться. Пишет активная участница социальных сетей Зухра Богомаева. Сейчас, живя в ауле, я заметила, что если мимо участка корова пройдет, уже кипиш устраивают. От ворот до дороги свои ограждения поставят, не оставляя тротуары и все равно недовольны. И все какие-то озлобленные друг на друга. Все готовы устроить скандал. Читаю эту новость и думаю, а сразу без стрельбы помириться нельзя было? Или просто не начинать конфликт? Понятно, что у соседа земля не огорожена, но к этому можно быть готовым. Коровам ведь все равно, где гулять. Да и летающих коров нет. Как тут пошутили, за банку тушенки прострелили ногу учителю и село осталось неграмотным. Пользователь Осман высказался по этому поводу. Читаешь и удивляешься тому, что происходит. Как будто им там земель мало. И так людей не осталось в горах. Все разъехались. Земли пустуют. А им и этого мало. Пока в могиле землей живот полон не станет, сын Адама не насытится этой дуней. Очень некрасивая история. При том, что у нас в Дагестане всегда говорили, что близкий сосед всегда лучше далекого брата. После выстрела конфликт сразу утих. Все-таки ничто не меняет точку зрения человека и не доносит мысль оппоненту, как воздействие на мягкие ткани. Пользователь под ником Князь Гор подвел итоги этого обсуждения. То, что они помирились, это хорошо. Между соседями раздор это всегда не к добру. Но почему учитель не догадался привязать свою скотину? Я этого не понимаю. Он что, один? Холостой что ли живет, что некому было поручить это сделать? Просто когда человек взрослеет, он должен понимать последствия своих действий. И в первую очередь, когда это касается других людей. Хотя о чем это я? Посмотрите, как паркуются в городе наши люди. Им, как этому учителю, безразлично, какие это доставляет неудобства другим людям. Незаконные карьеры нанесли сельскохозяйственным землям в Дагестане ущерб на 740 миллионов рублей. И это только самая поверхностная оценка той беды, что свалилась на наши земли. Внимание на экран. Абакар Атаев по этому поводу написал следующее. Специалисты Россельхознадзора вместе с сотрудниками ФСБ выявили на землях сельхозназначения в нескольких районах Дагестана более 20 незаконных карьеров. На местах работала спецтехника по разработке и добыче полезных ископаемых. Общий ущерб с землям сельхозназначения превысил 740 миллионов рублей. Материалы проверок с приложением расчета ущерба направили в отделы полиции. Очень надеюсь, что правоохранители не спустят это дело на тормозах. Продолжила тему и Диана Магомедова. Песчаные карьеры – это беда наших земель. Уже много лет как наши власти борются с ними. Однако они время от времени появляются. Самое нехорошее – это последствия их деятельности. После них остаются ямы, которые заполняются водой. Там начинается заболачивание. Это огромная проблема. Там, где рядом с морем мог бы стоять красивый отель, оказывается болото с комарами и прочими обитателями. Даже законно разрешенные карьеры не рекультивируют после себя землю, чего уже говорить о других. Ей отвечает завсегдата виртуальных дебри Руслан Аскеров. В ходе выездных проверок работников ведомства в Дербенском, Маграмекенском, Табасаранском, Хевском районах было установлено, что на землях сельхозназначения размещена спецтехника для разработки и добычи полезных ископаемых. Кроме того, в Губденском, Карабудахкенском и Кунтаркалинском районах выявлены факты размещения объектов по производству бетонной смеси, а также возведения объектов капитального строительства под коммерческие цели. Также в Кизлюртовском районе обнаружены выработанные карьеры, заполненные грунтовыми водами. Общий ущерб, нанесенный землям сельскохозяйственного назначения, превышает 740 миллионов рублей. А вот у Марьям Алиевой тоже своя информация. В рамках обеспечения соблюдения обязательных требований земельного законодательства по эффективному и целевому использованию земель сельскохозяйственного назначения Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан совместно с УФСБ по Республике Дагестан по результатам выездных мероприятий были установлены факты незаконной добычи полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения в самых разных районах республики. На указанных земельных участках сельскохозяйственного назначения была размещена специализированная техника по разработке и добыче общераспространенных полезных ископаемых. Ибрагим Рамазанов по этому поводу написал следующее. На сегодняшний день юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 243 лицензии на право добычи полезных ископаемых, из которых фактическую добычу производят около 150 недропользователей. В основном добывают пиленный камень, гравий, щебень, песок и глину. Ежегодная добыча полезных ископаемых составляет около 4 миллионов кубических метров сырья, но существенная их часть происходит с нарушением законодательства. Итог дискуссии резюмировал пользователь Магомед Рамазанов. При пресечении незаконной деятельности в этой сфере можно существенно увеличить пополнение республиканского бюджета. В 2018 году за отсутствие объемов по добыче полезных ископаемых и нарушение условий лицензионных соглашений Минприроды Дагестана аннулировало 27 лицензий. Серьезная работа проведена в отношении кирпичных заводов, чья деятельность связана с добычей глины. 44 завода были закрыты. Жители Дагестана дольше всех в стране должны копить деньги на покупку собственной квартиры. Именно к таким выводам пришел ресурс под названием «Мир квартир». Другие подробности в изложении пользователей социальных сетей. За всегда-то из социальных сетей Абдулла Хадисов написал следующее. По подсчетам компании «Мир квартир» в среднем в России стоимость жилья на вторичном рынке составляет 5,7 миллиона рублей, а средний заработок – 82,2 тысячи рублей. Таким образом, в среднем россиянам потребуется почти 6 лет, чтобы накопить на жилье. Это при условии, что придется откладывать всю зарплату. В Дагестане этот показатель оказался самым высоким. Рядовому жителю придется откладывать всю свою зарплату в течение 16 лет. С ценами на квартиры у нас действительно беда. Они растут нереально быстро. Неудивительно, что этот рост обогнал рост заработной платы. Своим мнением поделилась опитательница виртуальных дебрей Аминат Сабирова. В Ингушетии и Крыму, к примеру, этот срок чуть меньше – 13 лет. Быстрее всех накопить на квартиру могут потенциальные покупатели из Чукотского автономного округа – 3,5 года. В Магаданской области – 4 года. В Коми – 4 года. В Тюменской области – 4,5 года. Зарплаты в большинстве этих регионов превышают 100 тысяч рублей, а там, где не превышают, продается дешевое жилье, заявили в компании, изучившись средние цены на вторичное жилье. Ибрагим Рамазанов по этому поводу написал следующее. А между тем, дома все строятся и строятся. Такое чувство, что Дагам парки не нужны. Мы ведь знаем, что наши предки жили в горных аулах с узкими улицами, а теперь мы превратим города в кишлаки и аулы, где можно будет проехаться только на самокатах и ишаках. Ненасытные застройщики скоро уничтожат все парки в городах застройками, думая, нафиг нужны парки, ведь наши предки жили в горных аулах, а в аулах этого нет и не было. Уже Махачкалу можно переименовать в аулабад или маалибад. Эту тему продолжает Зарема Ахмедова. По мнению экспертов, каждая семья должна решить самостоятельно, сколько им ежемесячно откладывать на квартиру. Это зависит от многого. Наличие детей, финансовых и карьерных перспектив, текущих дорогостоящих расходов, например, смена машины, ремонт жилья или сложная операция. Но для скорейшего накопления на первоначальный взнос по ипотеке или на покупку жилья необходимо откладывать не менее 30, а то и 50% от общего бюджета. В диалог вступил юзер Заур Хизриев. Среднестатистическому россиянину потребуется примерно 12 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в одиночку, показало исследование банкирос.ру. За такое время можно накопить на жилье, если не влезать в долги и во всем себе отказывать. Однако в некоторых регионах копить на однокомнатную квартиру по очереди 40 квадратных метров придется еще больше. Такие радости накопления ждут, к примеру, жителей Дагестана. У нас это займет 16 лет. Юзер Рустам Курбанов по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию. Приобрести недвижимость без использования кредита можно, но для этого должны быть определенные условия. Например, вам досталось наследство, либо у вас высокая зарплата, премии, которые позволяют вам сразу купить квартиру, либо вы продали один или несколько других объектов недвижимости и на вырученные деньги купили другой. Еще один вариант – накопление. Ипотека может ограничить ваш бюджет на 20 или даже 30 лет. Каждый месяц придется отдавать час зарплаты банку, и пока вы не вернете весь долг, квартира будет в залоге у кредитора. Такая ситуация может натолкнуть на мысль, лучше было накопить на покупку недвижимости. Произошло два несчастных случая на железнодорожных путях за последние несколько дней. И каждый раз это люди в наушниках, которые не слышали звуки приближающегося поезда. Однако есть и другие версии, почему одна из пострадавших могла оказаться под поездом. Внимание на экран. Пользователь Расул Курбанов по этому поводу поделился своей информацией. 12 ноября на 2287-м километре первого перегона Махачкала-Тарки под электровоз попала 19-летняя жительница Махачкалы, пострадавшая девушка с различными травмами в больнице. 14 ноября на перегоне Тарки-Манас пассажирский поезд сбил на смерть 48-летнюю жительницу Карабодахкенского района. По предварительным данным, в обоих случаях причиной трагедии стало нарушение правил безопасности поведения на объектах железнодорожного транспорта. Пишет Бариат Магомедова. Эти истории в Каспийске не новость. Эта хроника пополняется со страшной регулярностью. Подростки и дети гибнут на железных дорогах так же часто, как и совершенно взрослые люди. Достаточно вписать слово «наезд» в поисковую строку телеграм-каналов, пишущих на железнодорожную тематику. Как становится видно, что несчастные случаи происходят ежедневно. При этом большинство пострадавших не выживает. То, что в одной недавней истории девочка выжила, это просто чудо. И ей нужно хорошо подумать над своей жизнью. Если уж Всевышний ее спас, то, наверное, для каких-то добрых дел. По мнению Марата Шейхова, по данным РЖД, большинство трагедий, 93%, происходит из-за хождения по путям в неустановленном месте. Так люди пытаются сэкономить время или деньги. На втором месте травмирование на пешеходных переходах через железнодорожные пути. Но только ли пассажиры виноваты в происходящем? Попробуем посмотреть на ситуацию глобально. Почему люди переходят пути в принципе? Многие города России перерезаны железной дорогой буквально пополам. Это касается и крупных мегаполисов, включая Москву и маленьких населенных пунктов. Как правило, перейти железную дорогу и попасть в нужную точку на другой стороне города – предприятие затратное по времени. Многие пытаются сэкономить эти минуты и теряют главное – жизнь. Своё мнение написала Аида Дадашева. В качестве первой причины давайте назовём наушники, которые не пропускают никакой шум и гремят в ушах у своих владельцев. Вторая причина – мода на капюшон. Капюшоны сильно сокращают обзор, который был бы полнее и как-то, возможно, уберёг бы своего хозяина. Я в шоке вообще от того, насколько люди небрежно относятся к своей жизни. Что у них вообще в голове, когда они приближаются к железной дороге? Как можно по рельсам идти и ни о чём не задумываться? Это же очень опасное место. По этому поводу Саид Камилов написал следующее. Пешеходных переходов катастрофически не хватает. Часто приходится делать крюки за километр, чтобы попасть в место, находящееся практически напротив через железную дорогу. А надземный переход через несколько месяцев превращается в грязный человекопровод. Очень похожая история с переходом через железную дорогу в районе Первого рынка. Смертность на железных дорогах в России запредельная в сравнении с европейскими странами. Во многом именно потому, что европейские города спланированы совсем по-другому. Там железная дорога грамотно вписана в городской ваншафт. Например, в Берлине пути идут в основном ниже уровня улиц, в выемках и тоннелях. А в Нидерландах все поезда ходят по насыпям. Пользователь Камиль Амаров подвёл итоги этого обсуждения. Помню, как в прошлом году Чабан в наушниках не услышал звук приближающегося поезда. И у него порядка ста овец оказались зарезаны. В данном случае абсолютным зломом становятся наушники, в которых пешеход слушает музыку. Как правило, в хороших наушниках гудков локомотива не слышно. Поэтому на железных дорогах часто гибнут молодые люди, слушающие плеер. Никакие предупредительные надписи на них не действуют. Для таких пофигистов студенты Южного федерального университета по заказу Северо-Кавказской железной дороги создали прототип устройства, которое позволит дистанционно отключать беспроводные наушники. Эти специальные глушители предназначены для работы на железнодорожных переездах. Устройство блокирует работу Bluetooth-канала наушников. Предполагается, что таким образом удастся привлечь внимание пешеходов, пересекающих железнодорожные пути. Они смогут услышать шумовую сигнализацию. Житель Дербента подозревается в серии «Крашить магазинов». Видеозапись его подвигов разместили в телеграм-канале МВД Дагестана. И комментарии посыпались, как из друга изобилия. Внимание на экран. Пользователь Курбан Анварбеков по этому поводу написал следующее. В Кировский отдел полиции с заявлением обратилась владелица магазина, расположенного в поселке Семендер. Женщина сообщила о краже. Полицейские установили похитителя продолжительной свежести. Им оказался 58-летний житель Дербента. Мужчина подозревается в краже 36 баллончиков с дезодорантом стоимостью в 12 тысяч рублей. Доставленный в отдел полиции подозреваемый признался, что заранее придумал кражу. Вытащив имеющийся при себе пакет, он аккуратно сложил в него товар с витрины и незаметно для окружающих покинул магазин. Эту новость дополнила Аминат Гетинова. И все бы ничего, если бы у него можно было забрать то, что он украл. Но этот идиот все похищенное с его слов продал прохожему за 4 тысячи рублей. А деньги эти он потратил по своему усмотрению. А усматривал он, судя по всему, многое. И не в первый раз. Поскольку установлена его причастность к серии аналогичных краж, и в этом случае мне вообще не будет жалко, если его посадят на лет 8-10. Человек, который уничтожает чужой труд, должен быть наказан по всей строгости законом. За этот товар теперь придется платить и без того небогатой продавщице. По информации завсегдата из социальных сетей Хаджимурада Гаджиева. В каком-то источнике прочитал, что в Москве перед 23 февраля стали чаще воровать самые востребованные подарки по статистике – носки и дезодоранты. Хотя, если серьезно, то вор ворует все, что попадается под руку. Для него нет разницы, что он украдет. Он в любом случае все продаст. Если не за треть от цены, то за 10% это точно. Тетя работала в супермаркете. Там один старик два раза в неделю приходил и воровал детские пистолеты. Раз пять воровал, пока не поймали. Когда спросили, зачем это делать, он ответил – шайтан попутал. И что с такими вот сделаешь? Своим мнением поделилась Шамсия Идрисова. Ну вот как таких земля носит? Как можно украсть чужое или взять себе или не вернуть то, что потерял кто-то другой? Вы понимаете, что вы обязательно расплатитесь за это? Причем произойдет это и в этом, и в другом мире. Нас мама с детства учила. Даже если что найдешь по дороге, либо верни владельцу, либо оставь там лежать. Но не бери. Не то, чтобы там своровать или же использовать в своих корыстных целях. Я однажды даже сверток нашла с золотом. Причем там было достаточно золота. И я гляжу, издалека бежит женщина, вся потерянная и плачет. Оказалось, она и выронила. Я вернула ей все. И вообще никогда не пыталась взять на себя то, что не принадлежит мне. Честно, я когда слышу такие новости, мне становится жутко обидно. Научитесь сами зарабатывать эти деньги. Чужие или же имущество, украденное вами, вам никогда не принесет удачу и благую жизнь. Пишет пользователь Хайбу Абаширов. Владельцы розничных магазинов очень часто сталкиваются с воровством покупателей. Воры становятся все более опытными и изобретательными. Они постоянно придумывают новые обманные схемы. Поймать злоумышленника по горячим следам удается не всегда. В итоге торговое заведение несет убытки. Среди покупателей выделяют такие группы воров. Школьники и студенты. Граждане, зарабатывающие на жизнь воровством. Клиптоманы. Лица, находящиеся под воздействием алкоголя. Граждане из неблагополучных семей и нуждающиеся. Бороться с воровством в магазинах сложно, но это надо делать. Полумеры не принесут желаемого результата. Поэтому воделец торговой точки должен сосредоточить максимальные усилия на внедрении комплексомер. И в первую очередь видеокамеры. По мнению юзера Умара Умарова ситуация выглядит следующим образом. Он в Дербенте уже столько магазинов обворовал, что не сосчитать. У меня тоже кофе украл на 12 тысяч. При этом удивляет, что продавцам как будто глаза завязали. Никто не видит, как он это делает. Только на видеокамерах замечаем. Ниндзя-гипнотизер какой-то. Разговаривал с операми. Они говорят, с него нечего взять. Он безработный, без жилья. Уважаемые правоохранители, неужели нельзя решить этот вопрос? Посадить его на конец, чтобы он такие вещи больше не делал. У нас, конечно, бывали разные истории, но чтобы отец вызвал полицию для поисков дочери, объявляя ее шахидкой, такого еще не было. И вот теперь думайте, что вас чем-то после этого еще можно удивить. Пользователь Шамиль Гусейнов поделился своим мнением. За помощью по номеру 112 обратился 53-летний Асамудин, работающий учителем русского языка и литературы в одной из дагестанских сельских школ. Он сообщил службам, что его дочь, которая учится в 9 классе, ушла из дома в неизвестном направлении. А еще он сказал, что у нее с собой якобы 3 килограмма тротила, потому что она шахидка. Органы среагировали оперативно, однако никакой взрывчатки не нашли. Позже Асамудин сознался, что все это выдумал. При этом надо сказать, что вменяемым он не выглядел. По мнению пользовательницы Амины Исаевой, ситуация выглядит таким образом. Раньше у мужчины не было проблем с законом, кроме того, что в 2021 году он получил административку за не ношение маски во время пандемии. Тогда подсудимый оделся предупреждением. Теперь в отношении Асамудина завели серьезное дело. За заведомо ложное сообщение о теракте. И вот теперь очередная история. Только уже на почве конфликта с дочерью. Очень некрасивая история, в которой он сам выставил себя в нехорошем свете. Завсегдатой социальных сетей Магомед Гамзатов написал следующее. Когда человек пропадает, родные обычно сначала звонят друзьям, подругам, близким и дальним родственникам. Если собственные поисковые усилия не принесли результатов, обращаются в полицию. У меня тоже есть племянники-подростки. И я знаю, что у их родителей есть номера телефонов самых близких подруг, друзей и даже мам. И нет здесь ничего удивительного. У племянника в дневнике я видел все номера родителей и одноклассников. Но при этом мы должны понимать, что подростки это очень трудная возрастная категория. Своё мнение написала и Аминат Амарова. А вам не пришло в голову, что это шаг отчаяния, чтобы его дочку начали искать быстрее? А когда речь идет о детях, не у всех получается сохранять адекватность. Я считаю, что он поступил неправильно и глупо. Но при этом я его понимаю как родителя. Подростки – народ очень непростой. Мы же не знаем, какие фортили она ему выкидывала. А подростки могут. Наверное, природа так заложена. Но лучше пусть они в подростковом возрасте перебесятся, чем будучи уже взрослыми, начинают с ума сходить. Пользователь Мурада Дерисов написал по этому поводу следующее. Конфликты подростков с родителями – одни из самых частых в этот период. Не потому, что родители плохие. Просто это самые близкие люди, которым можно излить раздражение, гнев, бессилие и усталость в надежде на понимание и принятие. Но часто родители не знают, как помочь ребенку и вступают в противостояние с ним. Большинство конфликтов подросток-родитель происходит от непонимания, что ребенок становится взрослым и с ним нужно обращаться иначе, чем раньше. Иногда не получается выслушивать друг друга и вникнуть, как выглядит ситуация с разных сторон. Не остался в стороне от дискуссии и юзер Даут Альбурикенский. Для решения конфликта между родителем и подростком, всем сторонам нужно дать выход чувствам. Например, если хочется побыть одному и поплакать. Не стоит обсуждать конфликтные вопросы на эмоциях. Так дискуссия превратится в крики и скандал. Взбивайте агрессию ребенка неожиданными приемами. Например, задайте успокаивающий и вразумительный вопрос о чем-то существенном. Попросите сформулировать конечный результат и проблему как цепь препятствий. Проблема это то, что надо решать. Подходите к конфликту с практической точкой зрения. И уж точно для решения проблемы не нужно звонить в полицию. Это было очень неправильно. Тема сбыта наркотиков у нас появляется почти в каждой передаче. Мы рассказывали о самых разных уловках, которыми пользуются наркозбытчики. Но сейчас речь идет о наркотиках, которые пытались сбыть под видом спортивного питания. Внимание на экран. Гамзат Бегов написал следующее. 25-летний житель Махачкалы задержан при получении более 9 килограммов сильнодействующих веществ под видом спортивного питания. Полицейские из Бирбаша совместно с сотрудниками УФСБ Дагестана возле почтового отделения города задержали мужчину. При проверке сотрудники обнаружили посылку из Московской области, в которой находилось 5 пластиковых емкостей с сильнодействующим лекарственным препаратом «Пригаболином». Весом в 9 килограммов 417 граммов. По словам задержанного, изъятый он приобрел через интернет для дальнейшего сбыта. Поделилась своим мнением и Назира Керимова. Речь идет о лекарственном препарате, противоэпилептическом средстве. Его просто так приобрести не получится. Атаракс с афабазолом иной раз без рецепта не купишь, а у этого 9 килограмм нейролептика. Травил земляков-наркоманов за 50 тысяч в месяц. Даже не знаю, что на это написать, учитывая ситуацию с наркоманией в республике. У моей подруги сын наркоманил, и все мы ждали, пока он уже отмучается. Больше не могли ему дать вещества, чтобы быстрее все наркоманы повыпиливались. Нурмагомед Курчаев тоже поделился своей информацией. Судя по названию, сильно обезболивающее средство. Ну и лирика, да простыми словами под другим названием получается. Читаю аннотацию к нему. Противосудорожное средство с анализирующим и анксиолитическим действием. Пригабалин появился у нас в стране относительно недавно, в 2004 году. Предполагается, что обезболивающее и противосудорожное действие обусловлено связыванием пригабалина с дополнительной субъединицей. Пригабалин уменьшает клинические проявления тревожного расстройства. Он помогает погрузиться в наркотическое состояние, и именно это и привлекает к нему наркоманов и токсикоманов. Румина Тагирова по этому поводу написала следующее. Все очень печально. Недавно прочитала, что по статистике девушки даже больше наркоманят, чем парни. Это обидно. Они ведь будущей матери. Данное лекарственное средство является хорошим обезболивающим, предназначенным для снятия оккупирования болевого синдрома. Благодаря противосудорожному эффекту лекарство помогает купировать парциальные эпилептические припадки. В наркологии данный препарат используется для купирования проявлений абстиненции, то есть ломки. Но чтобы оно стало наркотиком, вряд ли кто-то ожидал. В заключении приведем мнение пользователей, Арсена Багандова. Он с 9 килограммами попался. До этого брата с сестрой поймали с 5,5 килограммами наркотиков. Еще раньше в полях также поймали с 5 килограммами. И вы до сих пор думаете, что у нас это не проблема. Наркотики это зло. И это зло у нас в огромных количествах. И очень жаль, что часто потребители этого зла утром рассказывают о религии, а ночью это употребляют. В Москве, Питере, Казани и Самаре это зло тоже есть. Только те, кто его там употребляет, просто его употребляют. Они пытаются быть богобоязвленными, чутка где-то пошатнувшимися. Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербеев вызвал на бой блогера Джейка Пова, который победил Майка Тайсона. Что по этому поводу писали пользователи социальных сетей, догадаться было не трудно. Пишет пользователь Мухаммад Даниялов. Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербеев вызвал на бой блогера Джейка Пула, который победил Майка Тайсона. Джейк, что ты сможешь сделать на ринге против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я всегда открыт для любых предложений. Бросил вызов Артур Бетербеев у себя в сторисе. Написала обитатель виртуальных деблей Марьям Батырова. Да уж, битва будет интересная. Хотя такое чувство, что Джейк Пол только стариков бьет. На сверстников у него духу не хватает. Хотя, с другой стороны, учили денег до конца безбедной жизни. Зачем им здоровьем рисковать? Это шоу. Думаю, что Артуру еще чуток подождать надо будет, пока публика подготовится. Это обсуждение дополняет юзер Ислам Гаджеев. Ну, Тайсон тоже еще тот фрукт был. Первым ударил на битве взглядов. Прям сделал это из постижка. Их растаскивали человек по 10 с каждой стороны. Так что там назвать Тайсона безобидным стариком рука не поднимается. Он еще тот скандалист. Вряд ли Пол выйдет с ним боксировать. Там с Артуром такого шоу нет. Тайсон, он все время на хайпе. Вы же помните, и уши откусывал там, и ругались беспощадно. Другие так уже давно не делают. А как я понимаю, в нынешнем мире спорт уже давно почти как шоу. Пользовательница Марья Магамидова дополнила это обсуждение следующим комментариям. Люди зарабатывают за бой столько денег, сколько мы все, приходя на работы каждый день в течение 30 лет. Бокс уже давно превратился в шоу. Наверное, по этой причине он не теряет популярность. Но настоящий чемпион Ник когда не будет выходить на ринг против блогеров, которые бьются 60-летними стариками. Ради денег и хайпа готовы продать себя. Превратили профессиональный бокс в дешевый цирк. Еще сами себя предлагают. Эту же тему продолжил Рамазан Керимов. Старик сам продался за 20 миллионов долларов. А Артур это увидел и тоже захотел. Если бы хотел по-настоящему наказать, то по-другому сделал бы, а не стал бы под его дудку блясать. Неужели не видите, какой этот блогер понтовитый? Надо любой ценой поставить на место. Битербиев побьет его, то есть любимца сатаны. И еще у них за это деньги заберет. Это же прекрасно, не так ли? Багаудин Исмаилов дополнил это обсуждение следующим комментариям. Я, конечно, выражу свое личное мнение. Я очень уважаю Артура Битербиева, но не думаю, что ему это сейчас нужно. Это не хороший путь. А завтра с голой Бузовой тоже выйдет подраться и ее побьет, чтобы легкие деньги получить. Я думаю, что настоящий великий чемпион, которым он является, не должен участвовать в этом цирке ради денег и хайпа. Ну а теперь по традиции нашей программы забавное видео. Что для вас редфлаг в одежде у мужчин? Обтягивающие джинсы. Да, это турки, которые носят такие прям в обтягке, ножки прям, палочки такие видны. Это вообще ужасно. Просто мы комплексуем, у них ноги худее, чем у нас. Поэтому, чтобы они носили эти джинсы. А как таковых редфлагов нет? Главное, чтобы просто стиль подходил мужчине. Это обтягивающие джинсы просто, это кошмар. Когда они ходят в футболках и жилетках. Я не понимаю, когда мужчины надевают облегающие джинсы или облегающие кофты. Розовая одежда или красная, или желтая, наверное, не привлекательно. Красиво, когда мужчина надевается в какие-то строгие оттенки, коричневый, черный. Красные макосины. Облегающие штаны. Когда парни вот так вот подворачивают вот эту вот штуку, вот так вот. А, да, да. Да, и вот так вот ходят. А в бандитские движения. Да, в бандитские движения. Да, это вообще редфлаг. Главное, что? Главное не одежда. Главное, чтобы мужчина был мужчиной. Самое важное, да? Мужчину можно одеть. Главное, чтобы он был мужчиной, чтобы у него было одно слово. Все. Как вас зовут? Тагир. Откуда деньги на такую машину? Друзья хорошие, рядом. Друзья подарили машину? Сам приобрел себе. А чем вы занимаетесь? Работаю. Кем? Да как есть, говори, да. Директор реабилитационного центра. Директор реабилитационного центра. Ничего себе! В каком направлении нужно двигаться нашей молодежи? Родителей своих слушать. Все будет хорошо. А чтобы купить такую машину? Родители слушатся. Родители слушатся. Как называется ваш реабилитационный центр? Мираж. Мираж? Да. Директор реабилитационного центра Мираж. Спасибо большое, Тагир. А на этом, пожалуй, все. Это был 12-й узк проекта «Гумальная сеть». И ввел его я, Дзин Баганка Магомедова. Спасибо всем. Посмотрим на сфере телеканала РГВК на нашем YouTube-канале. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова